В Казанском федеральном университете прошло мероприятие, посвященное развитию онлайн-торговли. Главной темой дискуссии стало открытие в Татарстане так называемых логистических хабов, проще говоря, огромных складов таких крупных компаний, как Wildberries, Ozone и Яндекс.Маркет. В свою очередь, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев поделился со слушателями интересными цифрами и подчеркнул важность повышения показателей интернет-торговли. До 2024 года рынок интернет-торговли вырастет в 2,37, ну, грубо говоря, в 2,5 раза. Это сумасшедший рост. Это тот драйвер и локомотив роста, который мы пропустить просто не можем. Спикеры, которые являются топ-менеджерами вышеупомянутых интернет-компаний, прогнозируют данное сотрудничество как крайне выгодное для Республики. Ими были упомянуты основные преимущества нахождения в Татарстане хабов. В скором времени планируется открытие таковых складов в Зеленодольске. В частности, это предполагает создание более 7 тысяч рабочих мест, гораздо более продуманную и удобную логистику и, соответственно, быструю доставку. Также стоит отметить готовность представителей онлайн-торговли посодействовать в развитии малого бизнеса. У малого и среднего бизнеса гигантское количество головных болей. Он не должен заниматься логистикой, он не должен создавать свой сайт, он не должен заниматься хранением. Это все совершенно спокойно сделают за него гиганты. Он должен сосредоточиться на создании конкурентных продуктов, которыми должен завоевывать рынок. Выявляя выгодные стороны в бизнесе, нельзя забывать и про риски. Это в первую очередь поглощение малого бизнеса более крупным. Проректор Казанского университета Пашин Дмитрий задал спикерам наводящие вопросы и поделился собственной, отличной от их точки зрения. Как говорят, что электронные площадки не фактически избавляют нас от посредников, я так не считаю. Я считаю, что другие посредники берут те же самые проценты. И в конце концов, когда они подают всех малых производителей и малых продавцов, они поднимут стоимость своего процессинга. И в этом случае вряд ли в конечном итоге мы как потребители выиграем. Это мое личное мнение. Я просто не согласен с тезисом, что мы устраняем посредников. Мы создаем нового посредника и более глобального. Кроме того, министр экономики Фарид Абдулганиев подчеркнул неизбежность конкуренции и уменьшение малого бизнеса в торговле. Если не зайдут наши игроки, зайдут другие. Мы видим, как идет Алибаба. Как агрессивно выходит на наши рынки компания Амазон. Безусловно, и недалек тот день, мы же должны это понимать, когда будут укрупняться эти компании. Ток-шоу впоследствии будет транслироваться по телеканалу Универ ТВ. И вы сможете посмотреть его на нашем сайте. Азалия Ахметова, Александр Юдин, Универ Ньюз.